Всем приветик! Начинаю новый влог. Я ещё такая опять помятая, продолжаю болеть. Сегодня уже третий день моей болезни. Надеюсь, это последний. Больше трёх дней я в основном никогда не болею. Но редко бывает. Сегодня у нас опять же влог, который перед новогодний. У вас он опять же будет после Нового года уже так получается. Но не могу я чаще выкладывать видео. Сегодня у нас у Сони, у моей племянницы, день рождения. В предыдущем видео я вам её показывала. И мама ей заказала какой-то сюрприз из дома сюда. И сказала, чтобы она его получила. Сейчас мы посмотрим, что это будет за сюрприз. Сюрприз принесли. Ну, покажи. Ой, Суш, ну выкладывай, посмотрим что-то. Пойдёмте за стол тогда. Или на стол, на кровать, что ли? Ты так и знала, что это суша? День рождения будет отмечать. Вместо тортика суши, да? Соне сегодня исполняется 12 лет. Они с Лерой почти ровесницы. Вау! У Сони в конце декабря получается день рождения. А у Леры в начале февраля. Тоже 12 будет. К сожалению. Вот. К сожалению. Ну, давайте отмечайте. Да, хотела сказать, почему Соне так скромненько отмечает день рождения. Так, ну, потихонечку. Потому что у них недавно случилось горе в семье. И поэтому они не будут ни день рождения отмечать, ни Новый год. Мы хотели собраться с семьями, да? И ее родители, моя подруга с семьей. И мы отметить веселый Новый год. Ну, вот. Случилось горе. И они поэтому не отмечают ничего. А Соня просто приехала к нам. Опа! Сходила сейчас, забрала Азон. Сейчас вам покажу. Но не все покажу. Опять же покажу. Все, кроме подарков. Потому что завтра Новый год. Завтра будем распаковывать. И тогда уже вам все покажем в отдельном видео. Так, последние подарочки запакованы. У нас, наверное, столько подарков не было. Не помню. Чтобы столько подарков у нас было. Что-то у нас все подкладывают, подкладывают. То Денис подкладывает, то Настя подкладывает. Что-то. Сейчас вам покажу. Сейчас вот это тут разложить еще надо. Так, ну, короче. О! О! Сам большой, а это мой. Нет, я еще не снимала Лера. Она ждет, когда я Азон доснимаю. Там кое-что для нее. Все, все подарки вроде готовы. Ну, во-первых, купила стаканчики. У нас оглянулось стаканов в доме. Потом я еще посмотрела. У нас вроде даже для шампанского толком нет стаканов. Ну, ладно. Из таких попью. Я просто, когда разбирала, помню, серванты. У нас все стаканы из шампанского были по одному, по две. Такие разнобой. Я их все выкинула. Думаю, ладно, к Новому году куплю. И так и не купила. Я что-то про них еще забыла. Мы шампанского не пьем никто. Так, ну, ладно. Ну, нет и нет. Стаканчиками попьем. Вот. А стаканчики тоже посмотрел. Стаканы все побитые. Даже в воду. Я что, кружки, говорю, на стол ставить что-ли будем? Так что купила такие красивые стаканчики. Такие нежно-нежно-голубенькие. Вот два набора взяла. Один набор. Приблизительно цены буду говорить. Не помню точно. Что-то около 224 рублей один наборчик стоил. Ну, красота. Прям мне нравится. Раз. И вот этот вот. Два одинаковых. Вот. По праздникам. Буду их убирать. А то я все время покупаю, ставлю их на каждый день. А их быстро разбиваю. Так. Леря купила у ней, как он называется, гидроскутер? Или как он называется-то? Забыла. Ну, ты встаешь и едешь, да? Потерялась зарядка. Я не волнула. Она как сквозь землю провалилась у нее. Мы обыскали весь дом. Мы все. Я уже расхламила весь дом. Нет. Этой зарядки нет. Я, конечно, могла ее выкинуть. Ну, а зачем? У меня же такое есть привычка. Я говорю, ой, валяется. Никому не нужно. Я выкинула. Ну, не знаю, зачем я буду зарядку выкидывать. Ну, короче. И уже стоит этот гидроскутер уже год без зарядки. А вот мы, конечно, сейчас купили. Что-то на рублей 500 стоило. Надеюсь, во-первых, подойдет или нет. Вот Лера ждет его сейчас. И, во-вторых, у нас, как бы боюсь, что аккумулятор там бы не сдох совсем, потому что не заряжался уже, наверное, год. Ну, может, поменьше года. Так. Дальше салфеток купила. Забыла, сколько стоит. Ну, тут недорого вышло там было. 100 с чем-то рублей. Ладно. Ну, такие большие, огромные пачки надолго хватит на Новый год. И покажу вам квест для детей. Мы уже проходили такой, как-то у Леры был день рождения. Мы покупали в фикс-прайсе. Ну, что-то около 200 рублей приблизительно стоит. Там был много выбора, большой. Я вот выбирала, выбирала. Так, чтобы, знаете, им было интересно. Там еще поменьше девочка будет, чтобы тебе тоже было интересно. Взяла 8+. Ну, вроде как бы и нелегкий, чтобы был, да. Ну, и несложно уж совсем-то. А, плюс три игры тут еще есть. Я выбрала тайный старого замка. Квест. Ну, тут... Сейчас распакую. Ну, чтобы интересно, да, Новый год было провести. Весело тоже они. Там, короче, листочки. И на них задания. Можно, конечно, это все самим сделать. Придумывать задания. Ну, мне легче 200 рублей заплатить. И все. Вот они, листочки они такие. Ну, как, знаешь, они одноразовые, да. Их раскладываешь. Да. Да. Иди туда, где полок ряд и кофты с брюками висят. Ищи записки, их сложи и путь дальнейший проложи. Ну, вот где искать, значит. Это надо в шкафу следующее, да. Там, где брюки с кофтами. Правила. Вот они. Да. И тут написано, куда, какую подсказку ложить. Там. Вот теперь кружка, книга, тарелка и так далее. Я так тихонечко вдруг меня подстушит за дверью. Вот. И в конце это подарок. Будет еще один. В общем. Ну, так, чтобы весело время провести. Да, не столько на столом сидеть, пузы набивать. А? Ну, Новый год, это что? Мне кажется, это все-таки больше детский какой-то праздник. Вот такое веселье детское. Эти подарки они ждут. Вот эти вот конкурсы всякие. Для детей больше. Ну, и взрослым. А взрослым что? А взрослым, интересно, они питаются эмоциями детей. Если детям весело, они довольны, счастливы. И мы тоже счастливы. Так. Ну что, проверяем? Работает, нет? Вроде подзарядили немножко. О, соскучилась Лера по своему гидроскутеру. Наверное, год уж не заряжал, да? Что, забыл? Забыл, как ездить на нем? Все, разучилась ездить. Надо вставать. Ну вот. Все, Лера, разучилась. Подожди, может, сюда на пятки надо вставать? Поехали. Ну давай. Пока сидя. А как все раньше вставал-то? Все, поехал. Ты еще даже не едешь. Я не могу встать. А что он не едет? Ну как ты раньше стояла? Я не знаю. Я не могу стоять. Я даже в него сюда вставала. О, все. Поехали. Я не могу. А что, не едет? Да едет. Да я больше спаду. О, поехали. Поехали. Все. Год не поесил, все разучилось. Сразу на нем гонял. Он как это. Со всей скорости. А теперь все разучилось. Ладно, опыт не пропьешь. Сейчас научишься быстро. О, Соня встала. Тренируется. Музыку уже подключили к этой штуке. Вот. Все. Страшно. Ну и что сейчас будут гонять? Лера уже приучилась. Лера уже ездит. Так. У нас сегодня 31 декабря. Так что режем салатики, нарезаем, слушаем музыку. И ждем Нового года. Девчонки, привет. Все. Помощники слились. Все, что осталось. Что есть? А я тут другой салатик делаю. Так, ну как вам мой шедевр? Первое готово. А, ну так немножко вытереть еще надо. Так, и третий салатик у меня будет, хочу сказать, рецепт, потому что он очень вкусный. По крайней мере, это один из самых любимых в салатах Лериных. Это называется, по-моему, маковое поле или что-то такое. Там нужно три помидора, у меня такие большие. Сухарики, грудка куриная и мак. И майонез еще заправляем майонезом. И все. Короче, помидоры режем, курицу режем кубиками. Ложку, ложку где-то столовую мака. И все, сухарики добавляем потом, перед подачей. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. А был 21 У нас, Сань, какой Новый Год, какой снег, классно! У нас на Новый Год такого снега не было Никогда не было такого! Класс! Вообще! А мы тут девчонкам делаем квест, короче, уже, в принципе, сделали Сейчас отдаем им, и на этом будет в отдельном видео квест 6 утра Капец Можешь поспать? Субтитры сделал DimaTorzok